Всем огромное здравствуйте! С вами, как всегда, Виталий, канал Ассорти Пройду Лайв. Я нахожусь в Вильнюсе, Литва. Сегодня классный солнечный день, и я на ярмарке Казюкаса. Казюкаса ярмарка происходит всегда весной, каждый год, уже, по-моему, с 1600 какого-то года. Что я вам хочу о ней сказать? Это весенний праздник, повторюсь. Праздник ремесел, здесь есть все, и еда, и вещи, и всякие интересные продукты. Но что я буду говорить? Давайте посмотрим об этом, ну и немножечко, конечно, я возьму об этом и прокомментирую. Смотрите, и жарят и шашлычки, и огромное количество еды, большие какие вкусные, сочные куски шашлыка. Так, очереди, очереди, кругом, конечно, очереди, людей, людей реально много. Потому что солнечные, все солнечные дни, ну, вон, посмотрите, копыта, кровяная, кровяная вот такая вот колбаса красивая. Дальше мяско, беляши, рис, плов, картофельные блины. Вот, ценный шашлычок, смотрю, 12. Так, фаршированная паприка 8, хрустящая свинина 9, сосиски с капустой по 8. В общем, вот так вот это все выглядит. Сепеллина, ну, конечно, обязательно. Сколько у нас сапеллина? Сапеллина, сапеллина пока не вижу. Вижу горох со шкварками 5, картошка фри 4. Вот такая, это хлеб, жареный с сыром и с чесноком. Борщ, извините, в... Это самый хлеб, хлеб с сыром у нас 5 евро. Украинский борщ 5. И украинский пирожок тоже 5. Ну что, пойдем дальше. Я, ребятки, не все буду, наверное, конечно, комментировать. Потому что, думаю, никому этого не нужно. Потому что пиво, пиво смотрю по 5. Есть безалкогольное по 4. Много людей кушают. Хорошая погода весенняя. Не сказать, что сильно тепло, но на солнышке уже довольно-таки совсем неплохо. Так. Ну что, палатки, палатки. Стильно они уже стали делать. Стиль тот, что они все беленькие. Вот видите, и на той стороне, и на противоположной стороне везде палатки белые. Белые, интересно, красиво, довольно-таки неплохо. Смотрите, красивые всякие тарелочки ручной работы. Украшения. Немножко разрешу, как бы, хочу вас опустить в аутентичность этого праздника. Чтобы вы почувствовали и не только мои комментарии, а саму атмосферу. Слышали шум, можно сказать, звук этого праздника. Ну вот. Ну что, посмотрим. Украшения. 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 Тихонько как-то тут. Мало звуков, мало криков. это на месте можно отчеканить себе монетку сейчас посмотрим как это все у нас происходит она и получается монетка это по моему совсем недорого смотрите алюминиевая 2 евро медная 3 евро серебряная 20 даже можно коробочку получить для монетки 50 50 центов думаю совсем недорого так можно выбрать вместе сколько огромное количество разных монет стоянка конечно ужасная доезд просто нереальный потому что ну просто людей очень много и честно мы почти 40 минут колесили по городу по подъездам городу по стоянкам и но нашли место нашли но если люди приезжают как бы в город первый раз но это реально очень сложно ну что здесь на месте коптил очки немножечко моя тема я про нее конечно могу немножко больше углубляться про рассказы про копчение про везде коптят на месте вижу окуня морского правда чисто литовской рыбки у нас не очень много но угри ароматы стоят ребята наша стинта корюшка копченая смотрите какая красивая видите какая красота до запахи стоят невозможно удержаться и дорада дорада у нас по 19 99 за килограмм так маленькие у горьки маленькие такие у горьки 5 евро штучка дальше вижу у петок из по 20 так дальше по 15 ребятки видно наверно очень много людей покупают просто огромное количество поэтому снимать 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 немножко сложновато я перехожу на другую сторону чтобы идти конечно по течению это это просто нереальное количество людей конечно это классно смотрите детские игры происходит именно двумя руками нужно поднимать вот такой импровизированный домик и по чем выше тем выше попасть между вот этими вот дырочками опять же мясо колбаски да немножечко цены конечно будут выше чем в магазинах но зато здесь можно видите и попробовать дают и все это аппетитно выглядит но здесь не очень конечно по мне вот мое субъективное мнение не очень это все аппетитно но симпатично симпатично погода позволяет хорошее холодного копчения мяско вкусное такой бачок по 13 ну что пойдем дальше ну чтоб так сказать у людей полные руки таков нету все не очень-то набита а вот очень интересно что с правой стороны нету ничего интересно почему давай посмотрим чем-то лапец это у нас такой пирог который делается из слоеного теста наполняется внутри массой из агону из из агону как внутри как чем наполняет маком до 24 90 за килограмм да это реально стоит потому что ребята работы с ним очень много он правда нереально вкусный но выполнить вот эти вот многослойные много сливочного масла много слоев и очень очень вкусно такой вот национальный просто смотрите как у нас выглядит свежая свежая засолка сала вкусная красивая все пробовать все вкусно ну наверное не все но а вот это вот такой вот кинзюк скил андис он здесь продается именно копченый вот ведь его так он выглядит большие такие вот вот он также дальше вдалеке там висит вот именно вот такой вот в разрезе для это у меня есть на канале он поэтому есть его рецепт и пользуйтесь готовьте так его пиво смотрите не фильтрованная фильтрованная медовая темная литровая бутылочка 5 евро приходится с этой стороны идти против течения потому что почему-то очень плохо и все это вот именно национальный такой шапочки люди вяжут а это чай из елок елочных иголок такой ну что много людей много да много опять же пивка пиво у нас из покроя середина хлеб вот где вкусно конечно всегда и люди вот много много вкусного значит много-много огромное количество да это конечно что то это друзья сыр сыр сладкий из соков я думаю наверное все таки с вкраплениями самого продукта готовится он и из яблок и надеюсь вот этого часть все это яблочный сыр я вижу он тут весь яблочный но есть с добавками смотрите томата огурца кофе конопли морковки с разными с разными добавками у нас из грецким орехом из тыквы сок сок вместе с мякоти у продукта высушивается и доводится до степени вот такого сырного состояния очень-очень такой плотные именно патоки картофель такая в нарезанной виде спиральки обжаренная в масле 4 евро одна штучка посыпанная специями вот так вот она выглядит это принципе одна картофель на цене 4 евро так в основном таких палатках выставляются выставляют это рестораны в которых уже можно сказать профессиональные повара и происходит вот приготовление уже на месте видите вот цепелины картофельные блины хлебушек жареный дальше кибинаи котлеты голубцы карков капусте такие сосиски плов здесь сколько мяса обалдеть серьезно мяско так ух так это такое рагу как бы мясо овощи фасоль ну и конечно горох со шкварками шашлычок 12 смотрю цепелины 5 евро 2 штучки 10 евро 20 на просто чесноком 3 так ну что народ кушает да все супер я вижу все очень хорошо довольно таки неплохо и интересно люди люди есть ну что это у нас армянская бастурма вяленое вяленое говяжье мясо поэтому объяснять вам не надо что это и как это что-то такое запахи конечно камера не передает но они говорят сами за себя потому что все это реально вкусно и видите каждый кусочек и все это можно попробовать и себе приобрести конечно праздник очень классный ну что фирменные мешочки фирменные упаковки все очень красиво сразу же рядом вот такая вот палатка ведь и виде 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 кабана кабаник горями до кабанечек и здесь у нас где есть реклама так у нас здесь есть колбаски мясо и всякие консервы из дичи это и кабан это и оленина ведь это это колокутен это индюки это и это и венок и баранина это эти вот он колбаска из кабана дальше бредена из лося из оленины из ну короче огромное количество всяких вкусных вкусностей из дичи ну что соленья соленья соленый смотрю огурцы с перцем цветная капуста но всякие ассорти чеснок у них реально вкусный чеснок я пробовал классный твердый сочный есть чили перцы моченые яблоки капуста смотрю сок можно даже приобрести морковный и корень сельдерея картины видите даже цены у нас есть 450 такая большая картинка я не очень такой большой спец в картинах и мне могу только сказать что мне нравится что мне не нравится но описывать и о них говорить я не очень сложно ай пахнет деревом как изделие из льна не все за льна вижу конечно здесь и не только ли он что-то и вязаная такие вот кожаные машины посуду сместить какая красивая внутри интересная тарелочка такая 25 до было 25 евро ух ты елочки сосны сосны это извиняюсь елки сосны бонзай доставляют прямо к вашему дому договаривайтесь и вам привозят вот такую вот красоту дальше стильные вот такие сумки у многих уже я видел в городе такие вот сумки носят рюкзаки но и но и но эти в длину сколько там еще палата тому же какую часть прошли а еще и сколько можно ходить о скворечники все домики для птичек каких их тут только нету в виде гитары в виде бревна в виде беседки и ребятки шашлыки запах шашлыка весна красота какая сочный вкусный ну что пойдем посмотрим чем здесь кормят что здесь дают вкусного так опять же кибина и ребятки заходите на главный канал у меня есть рецепт кибинаев так что вы их тоже сможете приготовить у себя дома мяски и рис китайская вот такая вот китайское мясо в кляре плов цепилины такие интересно тушеные видеть они тушатся прямо в этом самом чебуреки бурачки картофель такая типа уличной еды вот вижу суп 4 европлов 8 рулька с преды с ну наверно картофель и с овощами с гарниром 15 цепилины 8 сосиска 7 шницель 7 мясные кукули тевтели 6 немножечко я путаюсь перевозить нет опыта в переводах мясо вот такие вот шарики из теста потом их посыпают сахарной пудрой получается получается очень очень неплохо очень интересно так где моя семья где моя семья семью в семью конечно не так быстро не найдешь национальное плетение наша ничего такого ленточек на любой цвет на любой вкус вот музыка есть а танцев нет почему а как бацали вы тут а толпой этой всей и было бы сразу поднялось бы веселье были бы такая атмосфера атмосфера настроение классная ну что пойдем дальше смотреть да смотрите такие полотенца национальные вильнюс литва видите какая красота мне нравится в одном все стиле в одном все цвете красиво ай музыка закончилась ну что баня кому в баню смотрите это у нас копилки вы знаете совсем недорого 5 евро для такой вот мышки крысы классно я думаю совсем недорого что вы по 2 евро но свистульки по 3 копилки по 6 вот шакотис самый главный у нас можно сказать такой национальный пирог делают его поливая тестом из-за центробежной системы он так вот вытягивается и получаются вот такие вот прикольные сосульки жарится он так вот прямо на углях получаетесь таким немножко с дымком можно сказать сейчас вот его начнут снова поливать сейчас какая-то часть его поджарится и и начнут его снова будет вот так вот вот такой вот будет весить примерно 3 с половиной килограмма уже почти весь заказанный люди уже ждут через примерно час он уже будет готов не быстро это дело поэтому конечно и цена его совсем не маленькая ну что пойдем дальше и дырявую даже картошку е-мое погрызну вкусно ну ребятки нет слов нет слов а вот это вот кровяной видеры это как бы кровяная колбаса если в ногу 9 евро за килограмм обязательно нужно попробовать вкусно интересный продукт и это у нас это у нас соседи соседи из латвии вот привезли нам кровяной колбасу и сыры уже мало что у них осталось наверное я думаю большая палатка поэтому было наверное много всего праздник проходит всегда первые выходные марта но как вот попадает вот сейчас например он выпал с 8 по 10 потому что так вот выходят праздники поэтому так вот оно и получается каждый раз каждый раз по-разному бывает вообще в первых числах марта бывает немножечко вот позже ну что вот такая вот здесь посередине можно сказать площадь каруселька смотрю там вот где-то вот вдалеке огромное количество палаток с едой ух езди разгуляться запахи стоят тут как то все вкусно так горячее безалкогольное вино опять же картошка жареная вафли шарики 8 5 7 евро жарят так а здесь у нас приправы огромное количество приправ запахов да и здесь тоже бывает у них покупаю потому что есть исландская соль и вот ребята и на главном канале бывает вы спрашиваете где например можно купить приправы такие виде вот как хмели-сунели с хосунели так вот это все можно приобрести здесь даже адыгейская соль здесь есть цинамоны кария каенский ну здесь у нас черные перцы чеснок вот такой вот нарезанный видите хлопьями белый перец вижу так ну что мяско колбаски собачек выгуливают и здесь у нас больше всего палата конечно с едой с мясом с салом со всякими вкусностями так это у нас манушамас это шауляйский район сомики копченые скумбрия сладость а вот это вот интересно мы постоянно приходим обязательно покупаем детям и очень классно вместо конфеток покушать вот именно смотрите вот такой вот вот смотрите есть большое количество и я даже не успеваю что сказать потому что просто и черная смородина и видео нас вот составы потому что все натуральное высушенные ну короче это очень вкусно так что приходите и пробуйте вирушно из латвии белина белина и лабадена белина белина Горос для нас. Вкусно. Люди фотографируются. Прикольно. Так, пиво. Мясо, сало, как я называю, мясо-колбаса. Есть и холодного копчения, есть и горячего копчения. Так, что у нас здесь? У нас блины с бананом и кремом 6 евро. Дальше блин с сыром 6, блин с мясом, сыром и соусом 6, жареный хлеб 3. Вот так вот каждый блинчик у нас выглядит. Вкладывают вот такую вот упаковку, коробочку 6. Ну, судите сами, пишите, ребята, в комментариях, как вам блин с сыром 6 евро. Ну и рыба. Так, у нас руснес. Коптильни из-за руснес. Так, у горея по 29. Скумбрия с паприкой 9,90. Воу, уже корешка стинта свежая появилась по 12,90. Смотрите уже, какая крупная пахнет огурцами. Лещ большой такой, 8,90 за килограмм. Еще один. Еще одна палатка с рыбой. Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Гербы, Гербы, домашний чеснок. Вот, пожалуйста, вы говорите, вот сход сунели, хмели сунели, сухая джига, да есть все. Да, я еще возле самой карусели. Не ухожу. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Итак, у нас тоже соседи из Польши. Смотрите, сколько привезли они к нам сыров разных. Я даже из Козьего. Урос продукт из млека кровьего из Козьего. Сыры из коровы и из Козьего молока. Субтитры создавал Дима Торзок. Субтитры создавал DimaTorzok Ну так, ты и мысли о 2,10 секс. Да, 20 евро за килограмм это у нас из коровьего молока копченый сыр, 40 евро из Козьего. Запахи хорошие, классные стоят. Но выбор большой. Реально, вижу и с перцами, и с всякими добавками. Видите, в масле. Ну вот, это очень хорошо, приятно, когда приезжают люди, и они дают информацию о еде из соседних стран. Можно попробовать что-то интересное, что-то вкусное. Смотрю, там уже люди откоптились впереди. Ну, последний день, я в последний день пришел, потому что вчера была плохая погода. Так, ну и, конечно, есть что-то у нас и свежее, смотрите. И рукола, и шпинат, и огурчики, и яблочки. Яблочки все литовские, полтора евро за килограмм. Ну что, вот такая вот огромная очередь стоит за чуросом. Чурос – это у нас испанская сладость, которая готовится из заварного теста. В принципе, проготовить ее очень просто. Единственное, ну вот они у нас, классический. Видите, 4,55. Я думаю, вы, наверное, все цены видите. Так, само приготовление. Ну, немножко напоминают они, да, те чуросы, которые готовят там. Это у нас корица и сахар в обсыпках. Да, ну, через, конечно, здесь, ух, и картошечка. Здесь маленький пакетик, 5,50, большая, 7. Именно жареного картофеля фри. Люди подходят, есть разных соусов, есть у нас и айоли, и мексиканский. Вообще, очень здесь походить и даже кое-что себе приобрести очень интересно. Потому что, ну, да потому что здесь бывают некоторые такие продукты, которые реально в других местах вы нигде не купите. Поэтому огромное количество людей, всем интересно, всегда кто-то что-то себе находит по вкусу. Ну, я думаю, здесь можно ходить, наверное, часами. Не такое видео, как я здесь сделал из, там, вот этого времени. Не знаю, насколько я здесь наснимал. Сколько я вырежу и сколько я оставлю. Но я еще вставлю вам в концовку, если кто захочет, можете не переключать. И поснимаю видео вообще просто без комментариев. Именно атмосферу вот этого места. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 ДимаTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok ДимаTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok 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 Но для одних праздник, для других это заработок, и все-таки чем, можно сказать, выше цены, тем больше, наверное, здесь всякого будет народу, и всем будет чем поделиться, да и выйти просто сюда и что-то продать будет с большей выгодой. Поэтому больше, я думаю, будет появляться всякого интересного, интересной продукции. И вообще, ребят, спасибо вам, что вы посмотрели это видео, оставляйте у меня на канале, поэтому мне, если вам это видео зайдет, жмите лайки, пишите в комментариях, я буду снимать больше видео из Вильнюса, из Литвы, из соседних стран, из Латвии, из Польши, вот. Поэтому всем всегда вот такой классной погоды, хорошего, веселого настроения, чтобы это было всегда с музыкой, вкусно, весело и приятно. Мира всем, до новых встреч, ребята, пока! Субтитры подогнал «Симон»!